Акция протеста Участники акции ориентировочно в районе 12 часов дня пришли в здание правительства, расположили маленькую палатку и стали требовать присутствия губернатора для общения с ними. Как повод для общения это получение информации о ходе строительства цементного завода в Теренгульском районе, о статусе проекта. Поскольку губернатора на территории региона сегодня нет, он работает за пределами региона, я работал в Меликесском районе, я был вынужден прервать поездку и вернуться в город Ульянов для того, чтобы встретиться с участниками данной акции. При общении с участниками акции они попросили проинформировать о ходе реализации проекта. И получили ответ о том, что на сегодняшний день проект не реализуется, месторождение не выставлено на аукцион и не разыгрывается. И полномочия по этому направлению принадлежат Роснедра Российской Федерации, структуру Российской Федерации. Площадка до конца не определена для реализации данного проекта, но и позиция органов власти заключается исключительно в том, что проект может быть реализован только в рамках действующих законов и в соответствии с требованиями экологической и санитарно-эзиологической безопасности. О чем было заявлено в рамках проведения очень серьезного совещания с участниками, с экспертами-геологами, экологами, Росприроднадзором, который состоялся буквально неделю назад. При этом участники акции обратились ко мне с просьбой прибыть к ним в субботу для встречи, для того, чтобы пояснить это более подробно. На что получили согласие. После этого предмет общения был завершен, однако один из участников этой акции, Алексей Владимирович Куриной, депутат Государственной Думы Российской Федерации от Коммунистической партии, начал требовать от меня гарантий присутствия в субботу губернатора. На что получил законный ответ, что я не могу дать эти гарантии, поскольку я могу отвечать исключительно только за себя в этой части. Это его не удовлетворило, и он призвал всех присутствующих продолжать находиться в здании правительства до того момента, пока он не получит этот ответ. Понятно, что с учетом того, что губернатор за территорией работает, возможности, попытки связаться, не удалось переговорить по этому поводу, о чем было сообщено участникам акции. Однако их это не удовлетворило, они продолжали находиться. На что имели абсолютно законное право, находясь там в рабочий день. Однако после того, как в 18.00 уже был завершен рабочий день, работники правительства покинули здание правительства, и объект должен был быть взят под охрану. Охрана, охрана, осуществляется ФГУ по охрану, разделение национальной гвардии, протестующие, участники акции отказались покинуть это здание, тем самым уже нарушая федеральный закон, что является очень серьезным грубым нарушением. Это объект охраняемый, объект режимный, и он должен быть, соответственно, освобожден после завершения рабочего дня. Таким образом, с 18.00 до 20.00 участники акции находились уже здесь в противоречии закону, требованию закона. Отдельно хотелось бы отметить еще один момент, и что вызывает большее, наверное, возмущение, то, что господин Куриной решил, что имеет право заехать на личном автомобиле на пешеходную зону, на площадь перед зданием правительства, оставить его и включить мегафоны с, так скажем, текстом, который выкликивался мужским и женским голосом, призыва к губернаторам, определенный призыв к губернатору, при этом используя абсолютно ложную информацию. С 12.30 до 20.00 осуществлялось постоянное монотонное декламирование этих лозунгов, что, безусловно, не могло сказаться ни на работоспособности сотрудников правительства, ни на их самочувствие. Но большее, так скажем, возмущение вызывает то, что информация о том, что здесь, помимо здания правительства, находится еще и госпиталь ветеранов, и ветераны проходят там лечение. У них в то время, когда они начали эту, скажем, эту акцию, был тихий час, и многие из них, на самом деле, почувствовали ухудшение, они не могли отдохнуть и получить соответствующий лечение. Лечение он не внял этим доводом и, соответственно, тем самым, в общем-то, продемонстрировал очень пренебрежительное отношение к ветеранам к войне и к их здоровью. Все то, что происходило, было зафиксировано в фото-видеосъемке, а также имеется аудиозапись. И мы надеемся, что соответствующие правоохранительные органы, в чьих полномочиях это находится, дадут очень объективную и, я надеюсь, жесткую оценку тем действиям, которые были осуществлены и участникам акции, и непосредственно депутатам Куриным, депутатам Гибадиновым, которые, по большому счету, так скажем, провоцировали очень многие действия, которые были осуществлены. Соответствующее обращение я уже направил в данные органы и надеюсь, что в кратчайшее время мы получим тот ответ и ту оценку, которую они видят тем действиям, которые были осуществлены. Потому что пользоваться депутатской неприкосновенностью в целях, так скажем, проведения акций, не носящих конкретных требований, которые, так скажем, еще и нарушают очень серьезно и покой, и нормальный ритм работы, и покой ветеранов и ритм работы, соответственно, государственных служащих, ну, на мой взгляд, считается недопустимым. То есть правильно мы понимаем, что все виновные будут наказаны, принесут соответствующие наказания? Мы на это очень надеемся и, еще раз говорю, с нетерпением ждем оценки действий каждого участника данной акции. Ну, а также, в принципе, и действий правоохранительных органов. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, лично по вашему мнению, чем вызвано такое негодование людей? На мой взгляд, среди участников данной акции было, так скажем, хоть их было и немного, да, там чуть более 10 человек активных, да, больше было представителей, которые там были с камерами, с видеокамерами, фотокамерами. Вот. Были люди, которые на самом деле болеют за этот вопрос, которые там, они просили предоставить дополнительную информацию, чтобы, условно, было сделано. Мы готовы общаться с такими. Но большая часть людей, она отказывалась слушать, в общем-то, и они не хотели услышать доводы о том, что на сегодняшний день происходит и какая ситуация, да. Акция проводилась ради акции. Но и более того, возмущает позиция депутата, который не старался урегулировать эту ситуацию, да, не старался понять и разобраться в ней. А наоборот, провоцировал дальнейшее продолжение длить и длящиеся вот эту, соответственно, так скажем, акцию. Еще одно возмущение, на мой взгляд, также вызывает тот факт, что он, пользуясь, опять-таки, правом депутата доступа в здание правительства, во время, так сказать, проведения моего совещания, по сути, ворвался ко мне в кабинет с требованием дать ему ответ, там, удалось ли мне связаться с губернатором. Это, по большому счету, предмет, наверное, деятельности комиссии по этике, вот, Государственной думы, имеет ли право вообще депутат так себя вести. Вот, и участвовать вот в таких вот, в таких акциях. И он должен, наверное, все-таки представлять интересы народа, а не провоцировать его на какие-то противоправные действия. Какие дальнейшие действия, что вы будете делать, чтобы донести, наконец, до людей? Основной аргумент здесь может быть только объективное представление информации и действие только по закону. У нас правовое государство, и нарушение закона, оно неприемлемо. Безусловно, на каждом этапе реализации проекта необходимы те или иные согласования, так скажем, контроль и обсуждение целого ряда вопросов, в том числе с населением. Как многие, так сказать, политики требуют выйти к населению и сказать, там, ответить на их вопросы, причем очень зачастую навязанные ими, да, там, мифы, без четкого заключения экспертов это сделать было невозможно. Именно поэтому было проведено очень комплексное рассмотрение этого проекта, его воздействие на водоснабжение, на наличие подземных водных источников, на экологию, на зеленые насаждения, на лес, как мы говорим. Соблюдается ли санитарно-защитная зона от расположения. Сейчас мы имеем полную картину по этому проекту. Сейчас мы готовы обсуждать это с населением и доносить эту информацию. Мы подготовили соответствующий справочный материал, который размещен и на сайтах, и который мы можем в печатном виде раздать каждому, где он может найти ответы на эти вопросы. В случае, если появляются дополнительные вопросы, мы также готовы искать совместно ответы на них. Но это возможно делать только исключительно в правовом поле и с людьми, которые хотят услышать и готовы это делать. Создается впечатление, что отдельным организаторам этих акций это не нужно. Они не хотят услышать доводы, они не хотят понять, есть ли у вас, так скажем, угроза или нет этой угрозы. Они не хотят слышать, что есть определенные требования к этому заводу, которые в десятки раз превышают требования санитарно-защитных заводов и многое другое. Они хотят слышать, что данные месторождения находятся на балансе федеральных Роснедр. И это задача не конкретного региона и даже не конкретного поселения, а это задача развития инфраструктуры России в целом. Они не хотят слышать очень многие доводы, для них важна сама акция. Чем она продиктована? Какой у них мотив? Это, наверное, предмет разбирательства соответствующих органов. С теми, кто готов по этому говорить, мы готовы говорить. Надо отметить, что большая часть жителей Теренгульского района очень хочет получить рабочие места. Они понимают и хотят увидеть современные предприятия на своей территории. Им они устали от того, что они вынуждены ездить на вахты. Это та молодежь, которая живет на территории Теренгульского района и которой некогда ходить на эти акции, которая сейчас работает в поле, потому что нужно убирать урожай, которая учит детей в школе или готовится к учебному году, которая понимает, что это будущее. И будущее может быть безопасно, а не те, кто, а Галдела приводит пример, так скажем, завод 50-летней давности, который был построен в то время, когда партия, эта партия представителей, которой много высказывается, была у руля, и именно она принимала соответствующее решение, а теперь они дружно это критикуют. Поэтому мы готовы разъяснять. Мы опять-таки обращались к потенциальным участникам этого проекта, компании «Конч» с просьбой предоставить дополнительные материалы, для того, чтобы продемонстрировать жителям, показать, возможно, даже сформировать делегацию и свозить их туда, на эти предприятия, чтобы они могли убедиться в этом. Уже такая группа одна ездила, и они уже высказали свое мнение. Однако отдельные представители, так скажем, очень уважаемого возраста, сформировали свое видение этого проекта, этой действительности. Хотя при этом не хотят обращать внимания на то, что старт проекту еще не дан, о том, что ведется очень серьезное обсуждение. И сам факт того, что власть вышла к населению с обсуждения этого проекта, был перевернут строго наоборот. И был принят, так скажем, дана оценка негативная. Хотя обсуждение этого проекта было инициировано не властью.